Приветствую вас на канале StarLiveTV. В этом видео я расскажу о скрытом смысле и о ссылках к реальной жизни в фильме «Эффект бабочки». Премьера научно-фантастического фильма «Эффект бабочки» состоялась еще в 2003 году. Режиссером кинокартины выступил Эрик Бресс, а главные роли в ней исполнили Эштон Качер и Эми Смарт. Сюжет фильма основывается на идее о том, что сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных условий, и даже небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемым последствиям. Большинство зрителей воспринимают «Эффект бабочки» как фантастику. По факту же фильм имеет множество отсылок к реальной жизни, а его сюжет подробно описывает одну из теорий об устройстве нашего мира. Название фильма «Эффект бабочки» соответствует одноименному термину, используемому в описании теории хаоса. Его суть состоит в том, что незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте. Данный феномен был описан в рассказе Рея Брэдбери «Игрянул гром», где гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир очень далекого будущего. Сюжет фильма строится вокруг парня по имени Эван, у которого в детстве и юности были периодические провалы в памяти. Теперь он учится в университете и изучает психологию. Однажды главный герой случайно выясняет, что с помощью своих дневников он может перемещать сознание в прошлое и менять в нем события по своему усмотрению. Вот только вместе с этим меняется и настоящая Эвана, причем далеко не в лучшую сторону. В целом сюжет фильма дает отсылку к теории об устройстве нашего мира, согласно которой существует так называемое пространство вариантов. Оно содержит в себе сектора со всевозможными исходами различных событий. Человек перемещает по секторам свое внимание, формируя тем самым свою реальность. Каждый наш выбор в процессе жизни создает альтернативную вселенную, где все могло быть иначе. Подробно эта теория описана в книгах Вадима Зеланда «Транссерфинг реальности». Посвящены ей и многие творения кинематографа. К примеру, фильм «Господин никто» и «Триумфатор премии Оскар» в 2023 году. Все везде и сразу. Сознанию обычного человека доступен лишь один вариант реальности. Люди не могут видеть того, что произошло бы с ними, если бы в знаковые моменты своей жизни они сделали другой выбор. В результате на сетке с секторами пространства вариантов постепенно прорисовывается линия жизни, идущая от рождения человека до его смерти. В случае с главным героем фильма «Эффект бабочки», все обстояло совсем по-другому. Эван унаследовал от своего отца способность видеть и хранить в своей памяти сразу несколько вариантов одного и того же события. В итоге его воспоминания смешивались и путались, что с виду делало его похожим на сумасшедшего. Когда после очередного перемещения в пространстве вариантов Эван пришел на прием к доктору, тот сказал, что поражен работе его мозга. Согласно исследованиям ученых, человек использует только 10% своего мозга. Возможно, что это связано именно с ограниченностью восприятия мира и способностью видеть лишь один доступный сценарий жизни. В режиссерской версии фильма «Эффект бабочки» присутствовала сцена, вырезанная из прокатного варианта. В ней Эван вместе с матерью идут к гадалке, а та говорит, что у главного героя нет линии жизни. У тебя нет линии жизни? Тебя не должно быть здесь? Тебе не суждено было появиться на свет? Это как раз таки и связано с тем, что парень может проживать все варианты жизни одновременно, видя сразу несколько вариантов одного и того же события. Чтобы попасть в прошлое, Эван перечитывал свои дневники. Парню нужно было сконцентрироваться на написанном, после чего его сознание перемещалось в тот самый момент. В конце фильма главный герой выяснил, что его отец использовал похожий способ для путешествий между реальностями. Ты напоминаешь отца. Он тоже все время требовал фотоальбом, хотя его не было. Все это дает отсылку к техникам перепросмотра, описанным в книгах Карлоса Кастанеды. Согласно им, человек должен вернуться в своей памяти ко всем значимым для себя событиям и прожить их заново. При этом с помощью дыхательных упражнений нужно очистить воспоминания от эмоциональной окраски и вернуть себе растраченную энергию. То, что происходило в фильме «Эффект бабочки с Эваном», представляет собой высший пилотаж техники перепросмотра. Главный герой не просто вспоминал события прошлого, но и полностью переносил туда свое сознание. Вот только вместо того, чтобы занять позиции наблюдателя, Эван начал активно менять давно пережитые события, чего делать нельзя. Сам по себе факт того, что Эван перемещался в прошлое, изменял в нем события и возвращался обратно, говорит о том, что все происходило внутри его сознания. Это, в свою очередь, дает отсылку к идее о нереальности нашего мира. Согласно ей, вся наша жизнь визуализируется подобно снам. На самом же деле, никого и ничего, кроме самого сознания, не существует. В одной из реальностей Эвану об этом говорит доктор. Ты выдумал болезнь, которой нет. Альтернативные миры с колледжами, тюрьмами и даже пролеченными. Присутствует в фильме и момент, в котором напрямую говорится о связи сна и реальности. Когда Эван впервые случайно переносится в забытый им эпизод из прошлого, а затем возвращается обратно, находившаяся рядом с ним девушка говорит следующее. Все это дает отсылку к идее о том, что во время сна сознание человека перемещается в нереализованные сектора пространства вариантов, которые также реальны, как и настоящая жизнь. Когда Эван осознал свою способность перемещаться в любой из моментов прошлого и понял, что для этого нужно делать, он решил исправить ключевые моменты своего детства. Завладевая на несколько минут сознанием маленького мальчика, он кардинально менял ситуацию. В результате же полностью менялось и настоящее. По факту Эван управлял судьбами других людей, взяв на себя роль Бога. Об этом ему говорит отец, от которого главный герой и унаследовал свою способность. Нельзя человека сделать лучше. Ты не Господь Бог, сынок. Отец Эвана точно так же пытался исправить прошлое и прийти к самому лучшему варианту своей жизни. Однако оба они каждым своим перемещением делали себе и окружающим только хуже. Все это отражает идею о том, что только Богу известно, как будет лучше для каждого конкретного человека. Люди же порой начинают активно вмешиваться в свою судьбу, например, пытаясь исполнить навязанные системой желания. По итогу же очень часто все получается совсем не так, как того хотел человек, а за желание приходит так называемая расплата. В фильме отец Эвана говорит очень символичную фразу, касающуюся попыток сына изменить прошлое. Нельзя исправить человека, не изменив, не уничтожив его прежнее я. Это говорит о том, что для того, чтобы изменить свою жизнь, не нужно пытаться повлиять на других людей. Реальность каждого человека полностью зависит от него самого, а потому нельзя искать причины проблем во внешних обстоятельствах. Фильм «Эффект бабочки» имеет несколько альтернативных концовок. В одной из них Эван переносится в момент своего знакомства с Келли и говорит девочке, что не хочет с ней дружить. В итоге Келли вместе с братом уезжают с матерью и живут счастливо. То есть Эван все-таки находит тот момент в прошлом, который нужно изменить, и приходит к самому благополучному финалу. Именно эту версию показывали в кинотеатрах во время проката фильма. В режиссерской же версии Эван решает, что лучший вариант его жизни тот, в котором он вообще не родился. Он перемещает свое сознание в тело младенца, находящегося в утробе матери, опутывает себя пуповиной и погибает во время родов. В этой же версии фильма мать Эвана говорит о том, что до него дважды рожала мертвых детей. «До твоего появления я рожала дважды, и оба раза дети были мертвыми». Исходя из сюжета фильма, становится понятно, что каждому из этих нерожденных детей передавалась способность отца видеть все реальности одновременно, и каждый из них приходил к выводу, что лучший вариант – это тот, в котором их не существует. Данный момент символично показывает, что жизнь человека имеет смысл лишь в том случае, когда он не знает, что ждет его впереди, и что могло бы быть, если бы он когда-то поступил по-другому. С другой стороны, отказ от собственного рождения может символизировать отказ главного героя от выбора из предложенных вариантов, которые ему искусственно навязывает система. В том варианте жизни, где Эван не родился, все его близкие счастливы. Заканчивается же фильм следующей фразой. «Лишь привнеся жертвы, можно достигнуть истинного счастья». В первом же варианте концовки, где Эван решил не знакомиться с Келли, он сжигает все свои дневники и фотоальбомы, чтобы больше не иметь возможности возвращаться к прошлому и что-то менять в нем. «Я в себе разобрался, и помощь мне больше не нужна». Сделав это, он доверяет свою жизнь Богу, а значит, выбирает для себя самое лучшее. Именно в этой реальности он встречает уже взрослую Келли, а значит, находит свою любовь, которая является смыслом жизни человека. Что интересно, этот вариант концовки имеет еще три возможных финала. В первом случае Келли и Эван знакомятся друг с другом. Во втором Эван следует за Келли, которая уже успела отвернуться, а в третьем молодые люди расходятся в разные стороны. Подобная вариативность концовки подчеркивает сюжет фильма. Зрителям словно предлагается выбрать тот финал, который им по душе, а значит, создать альтернативные вселенные с разными исходами событий. Помимо всего перечисленного, фильм «Эффект бабочки» содержал множество других символичных моментов. К примеру, в нем давалась отсылка к технике мелкого тирана, описанной в книгах Карлоса Кастанеды. В момент, когда Эван оказался в тюрьме, новый товарищ предлагает ему способ взаимодействия с сокамерниками. Постарайся отрешиться от всего происходящего. Представь, что ты другой человек. Данная техника позволяет отказаться от чувства собственной важности и осознать, что это лишь один из возможных вариантов реальности. Очень жуткой и неприятной является сюжетная линия, связанная с отцом Келли, который надругался над семилетними детьми. Данный эпизод показывает, что в нашем мире с маленькими детьми происходит много ужасных вещей, о которых никто даже не догадывается. В целом, фильм «Эффект бабочки» полностью строится на теории о существовании мультивселенных, создаваемых каждым человеком в момент выбора. Главная же его идея состоит в том, что для обретения счастья человек должен менять себя и свое восприятие мира, а не пытаться переделать окружающих и обрести контроль над внешними обстоятельствами. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!